Доброе утро, ребят! Мы уже проснулись, улыбнулись, спятали крестик. И сейчас будем приступать к очень важным делам. Господи! Да! Мы будем полюса. А может, нам пришла Кира, мы сегодня собираемся пойти на речку. Надеюсь, в этот раз у нас всё получится. Ну, по идее, мы уже поняли, как выходить со слезливым мальчиком. И как, чтобы получилось. Так что, всё, я думаю, сойдётся, да? Надеюсь. Короче, отходите. Я тут полюса сидела. Я бы голубой. Привет! Да, я тут, кстати, полюсов не громкий, а насколько я слышу. Да. А Данук был в кайфе, когда он смолкнулся, да? Что, он уже напился? Нет, конечно, пол. Что ты говоришь? Пусти. Я обалдею. Как твои дела? Маним. Ну, хорошо. Если получится, пойдём на речку, да? Ты очень хочешь на речку? Угу. Из этого я всё принесла. Да, вот. Не пился Дан уже? Конечно. О, сколько он напился уже. Или будешь ещё... для кое-чего. Ну что, ребят, всем приятного аппетита. Мы будем обедать уже, да? Да. И Дан там уже уснул. Мы сейчас быстро обедаем и будем с ним идти гулять, да? Угу. Я включила камеру, чтобы снимать. Смотрите, всё цветло. Всё цветло. Очень. Рау. Я тюкну. Будьте рау. Спасибо. Доброе. Ну что, мы собрали все, да? Ну что, я плачу, да? И он тут. Кирша. И идём на речку. А у Киры сегодня такое у нас получилось, покажи. Золпы. Да, у Киры. Мы ползу. Так что она его сохранила. А она сегодня принесёт домой. И ей фея что-то принесёт, да? Да, хорошо, что я захватила твою игрушку. Я на счёт. Короче, мы идём с колясочкой к речке. Хотим пройтись подышать свежим воздухом. Потому что вошёл. Возле воды, короче, он будет чище. Так как в Киеве сейчас очень грязный воздух. А нужно хоть иногда выходить додышать свежим воздухом. Хоть мы живём в частном сутке. У нас свежий воздух дома круглые сутки. Но хочется всё равно пройтись к речке подышать ещё вечным воздухом. Она у нас тут недалеко. У нас здесь ёмка здесь. Так что мы идём к нашей речке. Будем кайфовать. Нас обзакупает всё. Очень крутая погода. Прям очень классно. Мы очень счастливы все. Всё так тепло. И нам удалось выйти. Смотри, как из профилей сделали импровизированный заборчик. Прикольно. Боже, какая красота. Мне так этот дом нравится. Вот этот? О, деревянный. О, деревочики. Да. Прикольненько. Да, Кина? Бабочка, капустница. Зайка, вылази вот сюда вот по дорожке. Мы идём туда, куда мы ходили всегда, ездили на велосипедах, да? Да. Там, если посмотреть, позапрошлым летом мы в последний раз ездили. В прошлом летом мы не катались, да? А, бабочка. Вера. Да, видишь, бабочка. Такое ощущение, что она на поводке у меня. Да, она за тобой просто идёт. Тебя преследует, эта бабочка. Ну, золотая. Это, по-моему, это садик? А, нет, вон дальше. Здесь есть частный такой садик. Садик? Да. Там группы до 10 человек. То есть там всё прикольно. О, бабочка, вон она. Там сейчас в поединении работает. Тюльпанчики. Ой, у меня зовут мой телефончик. А я на ноли. Так, подпольная съёмка мой ноли у кого-то. Очень красиво. Кира, пойдём. Ёлочка растёт. Красота. Вообще. Короче, уже практически дошли. Ой, у кого-то гладко. Класс. Уже близко. Ну что, мы добрались. Туда, куда мы всегда ходили. Ездили. Вернее. Кира, там у воды. Кира, аккуратненько. Все окей? Да. Что мы будем? Ракушьи. Класс. Вертелки ещё, ракушьи. Видите? Да, супер. А у тебя там что? Что там вот там, колясочек? Да. Твоё? Типит, сладко. Дышит свежим воздухом. Людей, в принципе, не супер много. Там есть даже полиция вот там. За деревню, куда-то, куда-то отдыхает. Наверное, она должна разводить всех людей. Но она там отдыхает себе просто. Так что. Все придерживаются дистанции. Он кого-то на руках тоже люлюет. Кто-то тоже вышел дышать свежим воздухом. Да? Помню. Так что супер. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Ну что, хотели бы вам поднимать полицию. Полиция-то уехала уже. Так что нет и получается обманула. Придумала, что полицию. Субтитры подогнал «Симон» Да? Да. Ага, у меня такая. Сюда что, придумает? И главное утверждает. Да? Обманю. Ну, короче, уже побыли. Уже солнышко не может спрятать. Так и прохладненько сидеть возле воды. Поэтому мы решили идти. А дальше, блядь. Это котики были, да? Где? Вот это. Не похоже. Ну, сначала котики, а потом с них лезти. Не знаю, может и котики. Ну, я сурью котик. Пойдем, Кир. Не надо, Кирочка. Пойдем, Кир. О, вот акация. Нет, это не. А, это акация, да. А ее можно? Нет. Нет? Кир, можно не попискуйте? Она отравленная? Нет, она не отравленная, она колючая. Короче, так, чтобы она не может. Как крови. Да. Может, да. Это просто какой-то котик. Кто-то приехал, скинул. Кто-то приехал, скинул плит. В общем, полно разного мусора. Да. Почему люди мусорят? А давай. Не понятно. Не видно, зачем она подходит. Да. Да. Мы шли-шли и встретили лошадку. Блин, тут ее не видно. А, вон еще одна. Кира, пошли посмотрим. Давай ручки. Вон одна, а вон вторая. Вон лошадка. А, они что-то спускаются. Ага. Вон, вон. Вон одна. А вон там вторая стоит. Лошадка. Класс. Кир, пойдем. Дай. Кир. Вон, блин, не видно. Он только что летел АЭС за... Вот тут полоса АЭС-а. Потому что я этого не видела. Только что летел АЭС, да. Мы его не засняли. Но зато мы его увидели все. Это не было видно. Вот. Но у нас недавно босс сидит на... Он больше там не может сидеть, потому что на концертном центре. Вон вчера целый вечер не понимал, что происходит, почему он прыгнет, а его от футболе вылез назад. Мы отмедики на кирпичи. Ага. Да, кирпичи странные. Они разве были в кирпичи? Да. Да? Они рады. Да, мы еще надо видеть, что это пасмитик. А нам говорим, что это не пасмитик. С волками носики. Вот. Сидит, короче, кот на окне. Как он разглядывает, вверху разглядывает. Идут, как шуганется. Как присядет, как его колбаснет. А я думаю, в чем дело. А потом вижу, что вылетает из этого самого. Привет, что. Вот, есть видео, пацаны. Вылетает, короче, из дома. Большой... А, из того. Дом на арабе. Да. Я им, короче, очень сильно испугался. Наверное, после этого я подумал, что он не захочет охотиться на птичек. Нет. Смотрите, это наш кот. Он у нас шетландский прямоухий. Иди сюда, кот. Ося. Ося. Иди ко мне. Иди, мам. Ага, ты за папой побежал. И полетел за Андрюшей. Это наш шетландский прямоухий кот. Мы еще когда встречались с Андреем, когда еще не поженились, я Андрюшу говорю, что давай заведем кота. Мы еще тогда не жили даже вместе. И я ему предложила, говорю, что давай... И я нашла сразу вот этого кота, увидела. Это был единственный шетландский кот в таком окрасе. Да? Я говорю, ну давай посмотрим хотя бы на него. Да? Да. Ну ты знал, что если мы посмотрим, то он останется у нас? Ну я догадывался, что придется. Да? Вот. Ну, прикиньте, прийти к людям в дом, на катайское... Ну мы еще подумаем. Ну да, так можно. Ну не знаю, я на это как-то не сильно рассчитывал. Ну ты понимал, в общем, что тебя ждет, да? Он мне не понравился сразу. Он был трусишкой, он был какой-то нашуганный, наляканный. Тем, что вообще кто-то зашел. И он как-то, ну он шуганный был. Очень сильно. И дома тоже. Да сейчас он тоже не дается так многим. Только, ну, избранным. Ну он не шуганный сейчас. Ну да. Он реабилитировался. Оскар. Оскар, иди к нам. Иди сюда, мой мать. Иди сюда. Иди, я тебя почуваю. Иди. Я твой Оскар. Короче, не хочет он идти. Сейчас мы к нему. Возьми Мику, подержи. Микусик, Мика. Иди ко мне. Мой девочка. Оскар. Мяу. Короче, мы приехали и забрали этого кота. И он жил с Андрюшей. Мы поехали сразу на следующий день в эпицентр. Купили. А, мы в тот день, короче, возвращались домой. И мы шли пешком с Петровки. Потому что нам нужно было в метро зайти, который на Петровке. Купить ему лоточек. А там лоточка не было. А мы уже поздно возвращались с ним. И уже все магазины закрывались. Было уже 11 часов. Поэтому нам нужно было лоточек в магазинах, которые работают долго. Короче, мы с ним шли 40 минут с Петровки до метро. Еле зашли в это метро с этим котенком в рюкзаке. А лоточка-то не оказалась там. И мы с того метро, который на Петровке, шли на Аболонь, на Минскую. Тоже пешком на этот. И на Минской я в Новоскруглосуточный зашли и купили ему там лоточек. А на следующий день поехали в эпицентр. Купили ему домик-царапку, который по сей день у нас. И чем его кормить. И всякие такие штуки купили ему. Короче. Мика, куси его. Куси, куси, куси. Куси, куси, куси Оскар. Они любят, очень любят дурить по двоям. Куси, куси его, куси. Ну, куси. Кто-то да кого-то кусит. Мика, фу, фу, фу. Выплюнь. Выплюнь. Мика, косточку нашла. В общем. К чему это? Просто рассказала, что с нами вот такой вот кот живет. Потому что я его особо не показывала так много. Есть влог, как мы покупали этого котенка. Поэтому переходите по ссылочке, смотрите. Ссылка в описании. А Мика с нами живет. Ну, она со мной живет уже 12 лет. Мне ее подарили родители на день рождения. Это была моя большая, большая мечта. Собака. И мне очень хотелось маленькую собачку. И нашли Тойечку такую вот. Да, Мика? И вот она живет. Это был мой подарок на день рождения. Поэтому, когда я вышла замуж, я знаю точно, что она поедет со мной. Это мой друг. Такой старый, ровный, но любимый друг этот. Я ее очень люблю. Хотя кота я тоже очень люблю, но я с ним более холодна. И я его не так прям тискаю. Ну, я его не пускаю к нам сейчас на кровать, по крайней мере, раньше. Он с нами часто спал. Но, ну, я не знаю. Я просто более холодная к котам. Я их не сильно люблю. Честно, я не знаю, что руководила мной тогда, когда я хотела завести. Вообще, нужно было завести тогда собаку. Да? Реально. Я просто что-то предложила кота, но могла предложить собаку. И мы бы тогда завели какую-то с Андреем собаку. Да? Тебе? Класс. И потом бы у нас было две собаки. Но, у меня немножко холодно к котам. Люблю только собачек. Ну, кота нашего я люблю. Но вот, если бы сейчас заводить животного, вот это только собаку. Ну, и то, мы не будем заводить животного, пока есть Мика. Ну, а потом, когда Мики не станет, мы хотим, чтобы у Даны тоже был друг. Да? Угу. Поэтому потом... Ну, непонятно, когда. Если он, конечно, захочет. Ну, да. То есть, мы тоже особо... Хотя, если мы уйдем, то мы должны быть собаки. Хочу. Ну, да. У тебя как будто первая мысль будет после Мики, что я хочу сам новую собаку. Ну, потом, да. Ну, в общем, у Дана будет друг просто, когда он будет старше, если он будет хотеть этого друга. Дан тряснулся, сейчас расскажу. Так, ну что, телепортировались мы уже домой. В общем, я не договорила. В общем, кот у нас этот появился. Мы его захотели купить, купили. Я не хотел его покупать. Андрей не сильно его хотел покупать, но теперь Андрей его очень сильно любит. Да? Мне приходится тебе, если мне от тебя его защищать. От меня? Потому что теперь ты его не сильно любишь. А что от меня защищать? Ну... Что? Приходит. А чем я его обижаю? Точно, обижаю. Обижаю. Как? Ну, вот, вот так. Как? Ну, водишь, кстати. Говорю, все-таки. Да. Так что, если она грязная? И лазит, где попала. В общем, вот такие вот у нас дела. Собака. 12 лет у нас живет. Это русская Тойечка. Она очень классная, веселая, жизнерадостная, беззубая старушка. Мы уже помыли, да? Дана уже поужинали. Сейчас... А, кстати, я же... Почему прервались? Потому что я побежала за Даном. Мы когда пришли домой, пошли к родителям на чай. И Дан там уснул, и я его там оставила, и пришла с Андрюшей жарить курочку. Ну, мы только разожгли костер, а Дан проснулся и захотел уже к нам идти. Ну, не костер эти, господи, увей. Дан захотел к нам. В общем, кофе захотел, так что я побежала его выбирать. А забрала, покормила, в общем, мы его помыли, и сейчас будем идти к родителям снова в гости. Да, Зай? Конечно. Да? А, Влю, конечно. Ага, понятно. Блин, у нас уже такой здоровенный, взрослящий сын. Да, Дан? Зайчик. Зайчик мой мальчик. У него тут рассмотрелки всех вот этих вот магнитов. Да! Тебя снимать, да? Красавчик мой. Ты мой мальчик. Мой сыночек. Приветик. Приветик. Ку-ку. Ты мой красавчик такой. Такой вкусняшечка. Да. Да, Агу. Агу. Да. Агу. Агу, да. Агу. 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 Все? Ты больше не общаешься? Нет. Агу. Смотрите, какой у нас костюмация крутой. Это я подбирала. И как это мама это подобрала хорошего размера, так, чтобы даже навеснул был этот костюм. Конечно, было бы круче, если бы еще он позже был. Ну, не знаю, сколько мы проносим. Но вот такой крутой костюмачий. Очень крутой. Ну, что, мы идем в гости. Близкая съемка. Мы в гости идем. Да. Ой. Человек. Здравствуйте. Ну и что? Вы пришли в гости? Мы пришли в гости. Шоп-контент. О, зеркало. Что там этот ребенок? Какой красивый. Какой красивый улыб. Вот, 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 вот. Какой красивый. Привет. Два раза меня видеть хочешь? Вот. Два раза до сегодня. Ну, что же это? Что же это? Будьте руки из устал. Привет. Я тебя надо лично видеть. Все, мы пришли в гости. Подписывайтесь на канал родителей. Там ссылка в описании. Там у них было то, как мы приходили к ним в гости днем. Я принесла. Вау. Из-за... Класс. Какой крутой. Супер. И расчет. Класс. Но. Это из-за... Что, ребят, мы с вами прощаемся. Прощаемся. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. И мы вас любим очень-очень. Всем спокойной ночи. Пошли.